Дети – это наше будущее, и то, каким оно будет, напрямую зависит от успешности процесса воспитания. Взрослые хотят для детей только самого лучшего, но всегда ли удается добиться намеченного? Над решением этой задачи необходимо постоянно работать. И время вносит свои коррективы, которые приходится учитывать. Особое внимание в нашем муниципалитете, как и по всей стране, уделяется детям. Делается все необходимое, чтобы они спокойно росли, учились, занимались спортом и развивались во всех направлениях. Для того, чтобы добиться намеченных целей, в первую очередь нужно не забывать о безопасности. Таково требование времени. Решение этой проблемы – забота общая. Поэтому родители учащихся и педагоги, а также представители всех заинтересованных служб приняли участие в районном родительском собрании. Открывая мероприятие, глава Славянского района Роман Синеговский рассказал о том, что делается для безопасности учреждения образования, об улучшении их материально-технической базы, в том числе и в плане обеспечения школьными автобусами. Мы семь новых школьных автобусов приобрели в этом году. И мы постоянно активно участвуем в этих программах, чтобы эту проблему тоже мы могли ее закрывать. Что касается в целом материально-технической базы, приятно, что в школах появляются у нас точки роста, где есть возможность наших детей учить уже по современным методам и способам. Спасибо, что сохранили, наверное, коллективы на сегодняшний день, есть педагоги, которые эту работу проводят. В своем выступлении заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко сделал анализ состояния дел, осветив роль учителя, родителя и всего общества в формировании здорового поколения школьников. Мы уже провели определенную часть мероприятий по формированию условий безопасности, но многие моменты зависят не только от нас, то есть закрыть на замки наши школы и детские сады мы не можем, хотя в детских садах мы стремимся уже и к этому, ограничивая вход на периметр только условиям выдачи детей на пропускном пункте. И у нас уже это начинает получаться, к сожалению, не все родители слышат нас, не понимают, почему их не пропускают в детский сад. Следующий этап у нас – это, конечно, школьная жизнь. Мы понимаем, что ограничивать вход в школу мы не сможем, но установить контрольно-пропускные пункты и осуществлять проверку – это влияние времени. Раньше мы об этом не думали, сегодня, к сожалению, нам приходится этим заниматься. Плодотворное взаимодействие семьи и школы является одним из основных краеугольных камней в обеспечении безопасности детей. Также нельзя оставлять школьников один на один с интернетом, где есть немало негативного. Дети в силу своего возраста могут принимать ошибочные решения, и потому важно их предостеречь от ошибок. В выступлениях были затронуты вопросы совместной работы учителей и родителей по повышению качества образования, говорилось о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Очень важно также предотвратить дорожно-транспортный травматизм несовершеннолетних. Погодные условия нам еще позволяют, чтобы дети передвигались на велосипедах, самокатах, роликах. Конечно же, вопиющие факты, когда они передвигаются на мототехнике, иногда даже управляя автомобилем. И, соответственно, это должен быть комплекс мер, как со стороны госавтоинспекции, родительского комитета, родителей непосредственно, управления образованием, глав поселений, квартальных участковых, для того, чтобы проводить профилактическую беседу, разъяснительную работу. Где-то в каких-то случаях, где не помогает какая-то профилактическая работа, с тем или иным несовершеннолетним, допустим, или с родителями. Оперативно эту информацию предоставлять госструктурам, то бишь это и в госавтоинспекцию, в полицию по делам несовершеннолетних, отдел по делам несовершеннолетних, в управление образования, в комитет по делам несовершеннолетних, для того, чтобы комплексно и оперативно потом провести мероприятия, беседы. Через выступление на районном родительском собрании красной нитью прошла мысль, что в воспитании нет ничего важнее личного примера и, конечно, искренней любви к детям. Сегодня правильные слова прозвучали о том, что ни одна школа, ни один педагог, ни один сотрудник полиции не сможет вложить в головы детям вопросы безопасности, если эти вопросы не нивелируются детям у них дома. Невозможно рассказывать о вреде алкоголя, когда ребенок это видит дома. Невозможно ребенку спокойно идти на зеленый свет, когда его мама берет за руку и ведет на красный свет. Родители – это основная категория наших помощников, которые должны нам помогать образовательным организациям, педагогам, управлению образованием в том числе, в организации этой работы. Они являются полноценными участниками образовательного процесса, и они должны нам тоже в том числе, естественно, помогать и подсказывать, как организовать эту работу. Не только мы должны организовать и проводить мероприятия, но и они выходить с предложениями, говорить о том, где тонко, да, вот есть такая пословие, где тонко там рвется. Родители, видя, как дети ведут себя дома, ведут себя на улице, могут спокойно выходить с предложениями и разговаривать на эту тему. Во главе угла сегодня, как и было всегда, остается крепкая семья и все положительное, что она сможет предоставить ребенку. И безопасное детство было и остается общей заботой семьи и школы, всех остальных задействованных в этой работе служб. В проекте резолюции были предусмотрены меры, призванные не допустить правонарушений несовершеннолетних, улучшить их безопасность, укрепить семейные ценности и содействовать формированию здорового образа жизни. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».